...больше в такие именно новостные вебинары, и когда есть обилие новостей, то мы всегда их выдаем, наверное, в числе первых на данном вебинаре. Друзья, мы сейчас постепенно уже переходим на новые этапы, новые горизонты, и я думаю, что в ближайшее время также будет ясно, когда будет переход на новый этап именно по системе дисконтирования, но об этом, естественно, будет сообщать только головная компания, потому что только головная компания это все решает. Постепенно мы с вами приближаемся, потому что на самом деле период до Экофеста, он не такой продолжительный, именно в рамках того обилия проектов, которые сейчас прорабатываются, то есть время пролетит очень незаметно, и за месяц примерно все будут предупреждены, что будет проведен Экофест. Мы можем сказать, что этот Экофест, наверное, побольше удивит даже, чем прошлый Экофест. посмотреть и присутствовать на нем либо вживую, либо онлайн, также определенные сюрпризы готовятся, чтобы все смогли присутствовать на этом Экофесте, смогут все. И, друзья, я думаю, что будет установлен очередной наш рекорд по массовости события, потому что будет серьезный подход, еще более серьезный подход по переводу всего Экофеста, и мы ожидаем много именно лидеров со стран, которые будут организовывать уже, как именно такие вот передатчики и трансляторы, всю информацию своим партнерам, своим командам, крупным потенциальным инвесторам, инфраструктурным компаниям, которые планируют, возможно, и сейчас раздумывают, реализовывать или нет проекты Skyway, и нет желания сейчас у них поехать на территорию Минской области в Марину горку, где реализуется Экофестиваль. И, естественно, сейчас график настолько серьезный, настолько очень тяжелый, как у генерального директора ЗАО Струнные Технологии, это Надежда Геннадьевна Косарева, то есть, когда даже вот члены правления спрашивают из-за загруженности, часто ожидаем с нетерпением ответа на вопрос, потому что колоссальное количество задач на самом деле Надежда Геннадьевна решает. То есть, это, кстати, показатель, насколько действительно проект Skyway раскрывает потенциал человека, и Надежда Геннадьевна тому пример. Сейчас действительно, наверное, один из самых достойных руководителей, генеральных директоров белорусских корпораций. С этим не поспорить, друзья, потому что мы лично все наблюдали и за своим развитием, и за развитием ЗАО Струнные Технологии еще с 2014 года. И сейчас я могу сказать, что до сих пор Анатолий Эдуардович находится в бизнес-поездке, то есть, это арабский регион, насколько я знаю, и, соответственно, по приезду, я думаю, что наверняка будет размещено какое-то объявление, либо новости какие-то минимальные хотя бы, которые можно рассказывать, ну, либо мы их уже будем транслировать на вебинаре. Но я могу сказать, как это обычно мы говорим, вот самую минимальную информацию, что переговоры проходят на достойнейшем уровне, и это действительно, наверное, один из высших уровней переговора именно по качеству участников этих переговоров, по качеству подготовки к этим переговорам, потому что есть конкретные связи, есть конкретные выходы, выходы, и не то, что сейчас прорабатывается какой-то вариант сотрудничества, взаимодействия, подписания меморандумов о сотрудничестве, прорабатываются конкретные проекты, друзья. И сейчас начинает, на самом деле, постепенно мировая общественность, научная, инженерная, стартап, инвестиционная мировая общественность, общественность венчурная, естественно, и чуть попозже, я думаю, что и блокчейн, сообщество начнет говорить, когда будет готова платформа о потенциале проекта SkyWay, о потенциале технологии SkyWay. И сейчас это как нельзя, кстати, приходится именно переговорам, которые проходят, в том числе, в арабских странах. Мадина Туль, сейчас, я думаю, что вы в курсе, кто следит за ее Facebook. То есть это замечательная, пробивная, интеллектуальная девушка, которая в том числе сейчас прорабатывает и возможные схемы для максимального ускорения и краудинвестинга на определенные проекты, которые желают финансироваться с помощью посевных инвестиций краудинвестинга. И, соответственно, это будет очень интересно и очень массово можно развить бизнес SkyWay для наших коллег индонезов. Но вот, друзья, когда смотришь на эту инфографику, действительно, сердце и душа радуются. У нас не было этой инфографики, допустим, в материалах, которые мы использовали в 2014 году. То есть совершенно другое видение было и, наверное, мы не имели права такие вот материалы делать. И непонятно было вообще, как Unibike будет выглядеть. Начнем с этого, друзья, потому что на Inotrans, на предыдущей выставке, уже более полутора лет назад, и уже грядет, так скажем, следующий Inotrans, который пройдет в сентябре этого года. Я с нетерпением жду этой выставки, потому что очень хочется увидеть именно образец и прототип высокоскоростного транспорта. То есть что-то подсказывает, что технология SkyWay, проект SkyWay станет действительно гвоздем программы. И неизвестно, пока это будет выставлено за пределами именно зала на улице, либо на выставочном стенде. Но я более чем уверен, что это будет очень эффектно и очень масштабно. Соответственно, новые договоренности будут установлены уже и с европейцами. Я больше чем уверен, потому что увидят высокоскоростное направление. И, друзья, вот эта инфографика, она представлена на самом деле не где-то там, на RGD портале и так далее. Всех масс-медиа, которые уже освещали сейчас, либо в ближайшем прошлом, проект SkyWay и технологию SkyWay. Это находится уже на иностранных ресурсах, которые разместили информацию. В данном случае портал CleanTechnica. То есть это непосредственно тот портал, который говорит о технологиях, которые экологичные, которые инновационные, которые прорывные, которые решают задачи, я бы сказал, этого века. И что касается технологии SkyWay, ну, в данном случае, вот внизу представлена инфографика именно легкой прогулочной трассы, совмещенной с городской пассажирской трассой. Но мы можем некую эскалацию и действительно уже поколение технологии SkyWay также дополнительно описать. И высшее поколение это будет уже перед испытаниями общепланетарного транспортного средства. Это, естественно, гиперскоростной транспорт. Это то, о чем сейчас говорит на хайпе Илон Маск, о чем говорит Hyperloop One, о чем говорит уже с приставочкой Virgin, вторая компания Hyperloop, которую сейчас возглавил Ричард Брэнсон. И, насколько я предполагаю, скорее всего информация у Ричарда Брэнсона о проекте SkyWay есть. Но, конечно, друзья, кого-то крупных инвесторов останавливает и отталкивает, возможно, схема народного финансирования. То, что таким образом начался проект, то, что множество действительно так называемых миноритарных инвесторов. И, друзья, и Сергей Анатольевич, и многие действительно крупные инвесторы по сравнению с теми инвесторами, которые будут закрывать вход в корневую, также будут являться миноритарными. И, соответственно, это действительно стратегия, это инновация в области финансирования. И кто-то эту схему не понимает, кто-то не принимает. Но, соответственно, все рассуждает время, друзья. И я думаю, что эти люди уже, я не говорю конкретно про Ричарда Брэнсона и других участников рынка, а вообще про институциональных инвесторов. Они будут присоединяться либо уже в будущие оцифрованные проекты на блокчейн составляющие, либо они будут в качестве стратегических инвесторов на тот или иной проект, который интересен для них конкретно, либо для конкретного региона, либо для конкретного бизнеса. Сейчас готовится, и мы не освещали, но потому что эти переговоры подготавливаются, уже непосредственно визит швейцарской делегации, с которой мы с Сергеем Анатольевичем общались и встречались в декабре 2017 года. То есть это была совмещенная поездка. В Цюрихе мы встречались по крипто направлению, именно по юридической составляющей. И далее уже отправились в регион, в один из кантонов, который находится в Альпах. И там уже мы обсуждали непосредственно с руководителями коммунной общины и с ключевыми игроками того кантона, с которым мы общались, друзья. Ну и, соответственно, я могу сказать, что вообще реакция была изумительная. То есть реакция на масштабируемость именно технологии SkyWay. Вот в инфографике я бы добавил именно масштабируемость, что действительно это, наверное, весь охват транспортной инфраструктурной индустрии, которая похватывает все области, все направления, начиная от туристического и заканчивая даже гиперскоростным перемещением. Либо концепции последней мили, перевозка из складов, то, что сейчас фурами перевозится и так далее. Все это действительно закрывает технологию SkyWay, то есть закрывает потребности заказчика. А та технология, которая закрывает максимум потребности заказчика, я думаю, что несложно предположить, что действительно эта технология имеет огромнейший потенциал и огромнейшую инвестиционную ценность. И, друзья, вот тоже замечательная инфографика по поводу того, насколько быстро можно достигнуть даже с помощью скоростного транспорта непосредственно даже вот с Абудаби до Дубая 120 километров. Показана инфографика, что обеспечивает технологию SkyWay посадку, именно автоматизированную посадку. И, так скажем, на станциях будет система безопасности, что враг какой-то, подозреваемый человек, либо просто неадекватный человек в нетрезвом состоянии, либо хулиганящий. Он быстро будет распознан системой безопасности и будут предприняты все меры, чтобы он в подвижной состав не попал, если он вдруг находится на станции. Максимальный разгон до 600 километров в час – это высокоскоростное направление. И, соответственно, если говорить про гиперлуп составляющую, то это долгий разгон и, соответственно, долгое торможение. И на самом деле, друзья, я не говорю уж про высадку, про систему шлюзования, то есть там ненамного будет проще, чем космонавты, допустим, тренируются на специальных симуляторах. И вот эти системы шлюзования проходят даже именно при тестировании, при моделировании каких-то ситуаций в космосе. То есть вот такие сложности предстоит проходить каждому пассажиру гиперлуп. Потому что если не учитывать систему безопасности, то, друзья, естественно, могут возникнуть неприятные ситуации. Это и то мы представляем уже, что 2021-2022 год уже настал. И у нас функционирует наконец-то на территории планеты Земля действующий образец, сертифицированный образец подвижного состава гиперлуп. Если вдруг такое произойдет, то нужно максимальное внимание уделять именно безопасности. Но на данный момент, друзья, сейчас нет продемонстрированного и сертифицированного, тем более, подвижного состава. Если говорить про проект Skyway, то, друзья, у нас наоборот получены сертификаты следующих подвижных составов. То есть это Unibus U4-210 и Unibike U4-621. То есть эти подвижные составы уже имеют право использоваться и действительно сертифицированы абсолютно и полностью на территорию России и Белоруссии. И, друзья, естественно, это огромный козырь в той гонке, в той мировой гонке. Кто же выиграет, как одно из названий статей было, кто выиграет битву за транспорт будущего. То есть это действительно и такая глобальная политическая игра и глобальная макроэкономическая игра, потому что будут освоены неосвоенные территории, будут созданы совершенно новые направления бизнеса и, соответственно, будут достигнуты совершенно новые пределы скоростей. Качество жизни человека поменяется просто необыкновенно, друзья. И это мы заметим уже, я думаю, через 5 лет, когда повсеместно уже будут запущены проекты Skyway. Я говорю разрез 5 лет уже, когда полное шествие и за параллельное строительство начнется, на мой взгляд, именно проектов Skyway. Но, как вы понимаете, в начале будут реализовываться те проекты, которые имеют максимальную капитализацию. То есть это будут проекты не то, что на 10-20 миллионов долларов, это будут самые глобальные проекты, самые интересные, которые могут дать максимальный экономический эффект и возврат инвестиций именуемым термином аббревиатуры ROI, то есть Return of Investment. И такие проекты сейчас, на таких проектах сфокусирован отдел Кирилла Бадулина. Это действительно стратегически важный департамент адресных проектов, который сейчас занимается подготовкой предпроектных предложений, проработкой проектов и взаимодействием со всеми заказчиками тех проектов, которые сейчас реализуются. То есть это и Индонезия, это и Арабский мир, это и Индия, это и другие страны Азии, это и Австралия. И я, если честно, не в курсе, потому что физически не было возможности следить. Но возможно, что Skyway Invest Group уже какие-то нюансы посвятили насчет взаимодействия со Skyway Transport Австралии. И, друзья, тут мы можем сказать, что несмотря на то, что как бы конкурентные фонды, и как бы мы действительно делим рынок инвестиций в Skyway, то есть я имею в виду Skyway Capital, я имею в виду Skyway Invest Group, но невозможно эффективно работать прямо по всему миру, поэтому кто-то занимается Австралией, ну а Skyway Capital, например, будет заниматься Индонезией уже на другом уровне краудинвестинга и охвату максимального количества аудитории. То есть это, да, повторюсь, конкуренция, но здесь все-таки мы идем на общий результат, общий результат и повышения привлечения инвестиций, и повышения потенциала адресных проектов. Но, повторюсь, в начале будут запускаться, и многие сейчас, так скажем, в стадии ожидания, знаете, как в IT-индустрии пингуются адресные проекты, и может быть полгода, может быть год, а может быть полтора нужно будет ожидать инициаторам этих адресных проектов, если нет трех составляющих. Соответственно, нет никаких договоренностей и дипломатических отношений для проведения переговоров, что мы увидели, допустим, на территории Индонезии, на территории арабского мира, на территории той же Индии, нет, соответственно, благосклонности и согласия высших государственных чинов, и лица, которые принимают действительно решение в этой области, являются противниками, допустим, технологий, то есть в этих странах тоже не особо рассматривается. Ну и третье, и это наравне условия, естественно, с первыми двумя, это возможность финансирования и инвестирования в проект Skyway. Потому что да, друзья, настанет то время, когда краудинвестинг перейдет на стадию краудинвестинг 2.0, когда у нас будет уже готова модель токенизации. Кстати, сейчас очень интересные вещи вас ожидают. Ну, я, чтобы, так скажем, не тянули за язык, не буду называть конкретных дат, но в апреле мы планируем запустить уже модель токенизированного обучения. Таким образом можно будет понимать, каким образом теоретически можно будет оплатить, вплоть до того, что за проезд внутри юнибайка и погружаться в эту всю индустрию. Это будут именно специализированные вебинары, о которых мы говорили, по крипто направлению, по блокчейн направлению. Сейчас на технико-экономических вебинарах мы это не освещаем, потому что, ну, на самом деле, все задачи именно вынесения на публичную основу блокчейн направления, они были выполнены. И сейчас мы, наоборот, будем это вести только в специализированных инфополях, которые запустятся после запуска первой версии сайта и на специализированных вебинарах, которые будут и в том числе в игровой форме, проходить уже по обучению, что же такое блокчейн, а что же такое блокчейн для Skyway и как там вообще взаимодействовать, как там функционировать. Будет, друзья, предупреждаю, очень интересно, но мы будем стараться, чтобы действительно поняли и осознали все, независимо от уровня образования, потому что, наверное, более 70% успеха блокчейн-проекта и нашей блокчейн-платформы – это простота интерфейсов. И по этой причине был нанят и взят группа энтузиастов, которые сейчас реализуют деятельность платформы, человек, который профессионал в области построения физических интерфейсов, как именно аппаратной части, так и виртуальной части, что касается мобильных приложений, личных кабинетов и так далее. Все. Больше по этому направлению, друзья, ничего не скажу. Я могу сказать, что сейчас то, что можно говорить, ведется работа именно над портовым направлением, то есть поддел Кирилла Бадулина полностью сосредоточен, помимо подготовки презентации к арабскому миру и так далее. И еще контракты, так скажем, были не то что получены, но, так скажем, очень положительная почва для этого была создана. Получены или нет, о ней я не знаю. Это будет освещено именно головной кампанией в ходе вот этой поездки от Анатолия Эдуардовича непосредственно с Павлом. Это второй, так скажем, Виктор Бабурин, тоже такой джедай Skyway, который организует и связи, и именно подбирает компетентную команду для того, чтобы реализовывать Skyway в арабском мире. Ну, а вы понимаете, каким образом, допустим, выглядит дубайское метро по сравнению с московским, по сравнению с индийским и так далее. И вы понимаете, насколько действительно может быть раскрыт потенциал проекта Skyway, в том числе городского, пассажирского, в том числе грузового, высокоскоростного направления, если мы говорим об арабском мире, то есть на высшем уровне. Как только будут подготовлены все инструменты, юридически интересные, в том числе совмещенные с блокчейн направлением, хлынет огромнейший поток инвестиций. И, друзья, я думаю, что вот тут как раз-таки ответ, когда будут дивиденды. И я всегда говорю, друзья, в этом году могут быть возможно при реализации, если будет построена, если будет получена прибыль, либо от первых авансовых платежей крупных, какая-то самая минимальная прибыль. Но, друзья, это действительно сейчас будет разгон нашего восточноевропейского стартапа, как его назвали непосредственно в интересном, замечательном журнале, большой, там просто супер статья, которую рекомендую всем к прочтению. Опять же, сравнение с Hyperloop, и, друзья, никто, так скажем, не проектировал, каким будет наполнение этого журнала. То есть Анатолий Эдуардович дал очередное интервью. И сами представители масс-медиа, как и русских, так и зарубежных, они действительно видят эту гонку. И поэтому и Ричард Брэнсон купил на распродаже, ну это, естественно, такое переносное значение, потому что были сложности, были проблемы у именно компании, которую он приобрел. И сейчас приставка Virgin имеется в начале названия Hyperloop. И на этой стадии как раз-таки стартапы и приобретаются. Но сейчас я могу сказать, что уже имеет огромную ценность стартап под названием Skyway. Но никакая проектная документация, никакие ноу-хау и инженерные расчеты, документы, которые имеют интеллектуальную собственность, они не будут реализованы. Вы помните, что вообще в самом начале Анатолий Эдуардович говорил, что и в этапах это было написано, что даже продажи технической документации, грубо говоря, продажи направления китайцам и так далее, и другим представителям, которые с руками с удовольствием оторвут. Но я не уверен, что они смогут на должном уровне продолжать реализовывать технологию. Потому что, естественно, будут копировать, естественно, будут использовать. Это уже именно была бы капитализация, но этого сейчас делать никто не будет, потому что все сейчас, и в первую очередь Анатолий Эдуардович, в первую очередь Надежда Геннадьевна Косарева, понимает потенциал проекта Skyway, потенциал технологии Skyway, и наоборот выстраивается, друзья, ста стратегия, которая следует придерживаться любой корпорации, которая рассчитывает на быстрое стремительное развитие в будущем. То есть это именно кадровая политика. В прошлом году штат проекта Skyway и ЗАО «Струнные технологии», я не говорю про Skyway Capital, я не говорю про другие фонды и так далее, и непосредственно ЗАО «Струнные технологии», то есть научно-производственного конструкторского предприятия, в котором находится уже, наверное, более 15 различных конструкторских бюро, увеличился вдвое. И сейчас, так как множество проектов действительно будут реализовываться параллельно в разных точках земного шара, открываются действительно двери для тех талантливых ребят, для тех профессионалов, которых уровень подойдет для реализации технологии Skyway, как непосредственно в цитадели научно-производственной деятельности по направлению технологии Skyway в городе Минск, так и в других странах. И я рекомендую обратить внимание, друзья, вот кто-то говорит, возьмите на работу, но посмотрите, проанализируйте свои компетенции и так далее. Вот помните, наверное, те счастливчики, которые получили возможность работать с 2014 года, было размещено в начале краудинвестинга, что принимаются инженеры на работу, принимаются дизайнеры и так далее. И вот, допустим, я помню, Андрея, этот руководитель пойти службы, он с того времени работает, и сейчас действительно какая инфраструктура, IT-безопасность была создана. И многие молодые ребята, талантливые ребята присоединились тогда, когда еще не в бизнес-центре даже Титана, а сейчас переехали буквально в прошлом году, в конце прошлого года на свою территорию, то есть это промышленная зона, да, там не такие, возможно, шикарные условия, как в бизнес-центре Титан, но это все-таки свое. А до этого, друзья, в маленьком здании по сравнению с сегодняшней существующей территорией зао-струнные технологии было расположено всего лишь два этажа зао-струнные технологии. Мы помним эти времена, как это все развивалось, насколько быстро рос персонал с новым визитом, когда мы с Сергеем Анатольевичем еще развивали Skyway Invest Group, были там тоже директорами, но все течет, все меняется, и, друзья, это абсолютно разумно и абсолютно понятно, что сейчас кадровая политика подготавливается заранее, потому что, когда нужно будет 150 инженеров новых и распределить их по конструкторским бюро для создания новых направлений, новых модификаций подвижных составов, так скажем, после драки кулаками не машут, поэтому уже сейчас среди университетов как и в Минской области, так и Мадина Туль работает по территории Индонезии, вот эти кадры отбираются. Если кто-то знает и, может быть, инженеры мощные, которые готовы переехать на территорию именно вот Республики Беларусь для реализации технологии, ну, просто поймите, цените в первую очередь время HR-службы, соответственно, HR-служба фильтруя уже будет передавать эти сведения сначала руководительного направления, то есть делегирование, выстроенное больше, чем могу сказать, идеально фактически в зао-струнной технологии, это также и заслуга надежды Геннадьевны Косаревой, потому что самое все важное и действительно, что может контролировать, проверять только Анатолий Эдуардович попадает к нему, остальное все делается другими людьми. И это замечательный пример, друзья. На самом деле, таким же образом мы сейчас все реализуем в блокчейн направлении, чтобы каждый человек отвечал за конкретную, либо малую, либо крупную задачу, либо направление, руководитель направления. И, соответственно, уже лицам, принимающим такие стратегические решения, попадала самая важная и самая достойная информация, на основе которой они могут либо разворачивать весь курс дела, либо вносить какие-то модификации. Но я могу сказать, что вносить такие модификации в проект SkyWay может только Анатолий Эдуардович. И несмотря на то, что сейчас огромное количество людей, уже за 500 человек перевалило количество штата, ЗАО «Струнные технологии», принимать такие стратегические решения может только Анатолий Эдуардович Юницкий. Вы помните, друзья, что в каждой корпорации, которая получила огромное развитие и огромное значение, такие личности всегда были. То есть это Amazon, Джефф Безос, это и Стив Джобс, и, соответственно, его коллеги. Кстати, интересная такая вот статья, немножко офф-топ, возможно, но, друзья, меня не то что повеселило, а удивило несколько. Это статья, когда Стив Возник признался, что у него повели некоторое количество биткоинов. То есть представьте, насколько сейчас даже люди, которые компетентны в IT-индустрии, которые компетентны действительно в тех направлениях, которые мы с вами сейчас все используем, то есть это смартфоны, Apple, Samsung, наверное, сейчас у многих абсолютно имеются под рукой. И насколько бывают ошибки именно в той индустрии, которая сейчас не то что зарождается, но в этой индустрии действительно должны работать специалисты. И, наверное, один из самых больших масштабов, потому что, друзья, я могу привести такой пример по блокчейн-направлению. Есть специализированная платформа автономного транспорта, то есть она так и называется, платформа автономного транспорта, и Vehicle Autonomous Platform, если не ошибаюсь, ВАП называется проект, и там порог инвестиций огромнейший, друзья. То есть туда просто невозможно присоединиться. И что касается нашего направления, то как только будет открыто окно инвестиций в направление возможных на оцифровку адресных проектов, это будут не все, естественно, проекты. Вот те, кто поверили в технологию Skyway, инвестировали, и независимо от вашего вклада как-то действительно помогли развитию проекта, потому что без этого технология Skyway не реализовалась бы, без наших с вами совместных усилий, у них все равно будет возможность входа, ну, естественно, там будет Know Your Customer формы, то есть Сингапурцы и так далее. многие страны, как Канада, опять же, США получат ограниченный доступ, потому что там есть свои юридические нормы и законодательства. Но, друзья, в отличие от этой ситуации, когда только крупные игроки, крупные институционалы могут войти для Skywayщиков, всегда это будет возможность войти в приоритетный вход, не на каких-то суперприоритетных условиях, потому что, друзья, скорее всего, эти проекты будут закрываться на раз-два именно институционалами. Но какой-то процент в зависимости от проекта, это будет обсуждаться непосредственно с инициаторами проекта, которые высказали желание, что да, проект будет оцифровываться на базе платформы для Skyway, Skywayщики все равно смогут войти, если такой процент будет предусмотрен инициатором адресом проектов. Это огромная ценность, друзья, потому что сейчас вообще огромное количество тех блокчейн-проектов, которые вайт-листинг невозможно пройти, и там какие-то сумасшедшие инвестиции, ну вот, допустим, для вот этой автономной платформы, для платформы автономного транспорта. То есть туда невозможно войти рядовому инвестору. И у нас это будет правило для институциональных, так скажем, входов в криптопроекты немножко нарушено, потому что мы ценим и мы поддерживаем стремление и помощь, которую когда-то оказал проекту Skyway человек. Но, естественно, я хочу сказать, что это не будет какой-то халявный токен и так далее. То есть тут это иначе будет воздух и, соответственно, экономика будет нарушена. На этом я хотел остановиться, то есть этого не будет в официальных новостях, но мы говорим это на вебинарах. И, так скажем, когда проекты на цифровывание будут запускаться, следите, проходите список именно white-листинга, то есть это одобрение, участие. И обязательно тот, кто пройдет white-листинг, если он Skywayщик, то есть инвестор Skyway, и будет специальная такая вот именно параграф формы, то он сможет также какую-то сумму инвестировать в проект, когда возможности такой даже не будет. То есть на этом я, скорее всего, не буду останавливаться больше, друзья. То есть распространяйте эту новость, как пожелаете. Но это мотивация, действительно, сейчас инвестировать в проект Skyway дополнительная. Даже тех, кому кажется, что дивиденды, вот они там будут получать. Кто-то говорит нам, да вы в 2025 только, в 2030 будете дивиденды получать. Друзья, ну, это ваше право так думать. У нас несколько другое мнение на этот счет, с учетом тех темпов, которыми развивается проект. И заинтересуйте их вот этим, то, что действительно, те, кто сейчас инвестирует в проект Skyway, у них будет возможность приоритетного входа, даже если будет за одну, за две секунды происходит такие действительно размещения, закрытое инвестирование институциональными инвесторами. То есть это действительно такой вот аргумент. Ну, если аргумент, поставьте плюсик, кто понял то, что я сказал, потому что тоже хочется понимать, чтобы вы понимали. Еще, друзья, я хотел бы сказать, что у нас продолжается традиция телемостов, продолжается оптимизация наших расходов. И мы больше виртуально, но подготовленно, очень готовимся к этим телемостам, выступаем на территории тех стран, которые могут собрать там, допустим, 50-100 человек. То есть это будет в первую очередь не то, что потеря, но за это время можно было сделать другую работу, провести другого уровня конференции. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к Африке, к Вьетнаму, к Индонезии, к Франции, к телемостам, на которых выступят члены правления. Евгений Кудряшов говорил такие вот грандиозные новости. Кто не в курсе, как сотрудничество с РБК Мани, и сейчас они уже нам очень сильно помогают, в будущем будут открыты возможности совершения оплаты вообще с помощью всех в мире платежных систем и модификаций, которые доступны как сервис РБК Мани. И, друзья, вот такие вот партнеры, новые партнеры, это действительно очень такое мощное подспорье, что сейчас уже и говорят, и не то, что в русских масс-медиа и хай-тек изданиях, и обычных таких вот более для широкого круга масс-СМИ, говорят и на странные издания, и приводят именно сравнение с Гиперлуп, потому что на самом деле это хайп, это огромный хайп, и сейчас, наверное, два слова, которые могут заинтересовать сразу венчурного инвестора, это слово именно автономный транспорт, а если высокоскоростной, это еще лучше, и, соответственно, то тоже такая вот шутка, есть даже целый мем, картинка, когда человек говорит блокчейн, и все, венчурные инвесторы соглашаются, но, друзья, это направление также, как вы понимаете, у нас развивается. И я хотел бы сказать, друзья, что действительно 2018 год, вот прошел, фактически прошло два месяца зимы, неполный февраль, и за этот неполный февраль, да, естественно, по сравнению с традиционным месяцем, из-за количества дней, чуть-чуть поменьше инвестиций, но это компенсируется ростом количества и регистрации, друзья, потому что сейчас будут также системы внедрены именно автоматизированные воронки продаж, там и так далее, то есть сейчас этот отдел непосредственно в Москве, Skyway Capital, все прорабатывает, и сейчас мы видим, действительно, что регистрации происходит много, и первичные оплаты, первичные инвестиции, они происходят очень быстро, и будет дополнительная, естественно, финансирование, дополнительная мотивация инвестировать еще быстрее, то есть это также прорабатывается, и я думаю, что на ближайших телемостах уже Евгений Кудряшов озвучит очень классные новости, которые мы все ожидаем именно по маркетинговой составляющей, то, что нас будет еще больше стимулировать, инвестировать вот действительно в технологию века, которую сейчас в иностранных изданиях сравнивают и выставляют более перспективной, чем ту технологию, которая сейчас на инвестиционном хайпе, на именно таком флагманском среди лидеров мнения хайпе, как технология Hyperloop, которая не имеет сейчас работающих сертифицированных прототипов, а у нас все есть, которая заключает сейчас меморандумы о сотрудничестве, а мы заключаем реальные контракты и прорабатываем уже реальные проекты, которые тратятся очень серьезно на продвижение, а на продвижение у нас в принципе нет, друзья, статьи затрат, потому что у нас все построено на принципах краудинвестинга, на сарафанном радио, и мы представлены в большем количестве стран, чем он. Это, друзья, новая модель как финансирования, так и развития технологии, но если вдруг на официальных новостях вам не показывают новости по проектам, то это не значит, что их нет. Это значит, друзья, что та информация, которую можно показываться, она максимально показывается. Например, информация по индонезийским проектам, то есть это то, что непосредственно прорабатывает Мадина на территории Индонезии, это соглашение уже с третьим университетом города Гаджа-Мада, то есть это университет, точнее город называют Джокьярта, то есть уже не Джокьярта, а Джокьярта, а университет Гаджа-Мада. Если сокращено, пускай будет это УГМ. Посмотрите вот эту статью, и это уже третий университет, который высказал свое желание сотрудничать, который высказал желание взращивать кадры, но, друзья, вот портового направления будет более чем достаточно даже на территории Индонезии, потому что это тысячи и десятки тысяч портов, но когда мы их выстроим вообще на блокчейн-составляющую, друзья, будет не догнать вообще. Мы помним, что на территории Индонезии также развивается направление золотая деревня и различные уже такие вот локальные инфраструктурные проекты, которые я лично видел, то есть на том или ином острове хотят реализовать застройку на основе технологии Skyway, но это действительно мелкие такие проекты, но как сказала Мадина Туль, что технология Skyway позволит уже не являться плацдармом для развития высокотехнологичных проектов и как рынок для технологических гигантов, но и иметь и своего высокотехнологичного гиганта. Такие фразы происходят на совещаниях высшего уровня чиновников и я думаю, что Мадина всегда заранее подумает, что сказать, что можно потом разместить в СМИ, но если технология Skyway считается как высокотехнологичный гигант на территории Индонезии, значит так оно и есть. И друзья, если в такой затяжной командировке вы помните, что допустим в начале прошлого года и перед этим Анатолий Эдуардович в арабские страны намного короче командировки формировал, потому что нужно было найти правильные связующие звенья и что-то подсказывает действительно сейчас все найдено и друзья вот всегда и тролли и так далее могут смонтировать как-то пускай и меня смонтирует тоже потому что вообще вот может так случиться друзья вот до конца 2018 года Виктор Бабурин об этом мечтает событие, что будет вывешено объявление, ну будет естественно предупреждение, что всем спасибо и вход по инвестициям в Skyway, в проект Skyway на стадии именно краудинвестинга по бизнес-плану 15 этапов закрыт. Это действительно может произойти с учетом тех переговоров, которые проходят, но произойдет это и когда это произойдет, друзья, я не Нострадамус, я не Ванга, я очень люблю, конечно, когда тролли все это приписывают, но это даже не предвидение, это не предсказание, это мнение мое личное, что да, теоретически возможно потенциально друзья, может быть закрыто финансирование. И я могу сказать, друзья, что и в блокчейн сфере я вижу такие направления, которые запрещают и закрывают возможность размещения токенов на бирже и так далее. То есть вот сейчас Ocean Protocol, они вообще в стадии пассивных инвестиций собирают некую сумму и говорят, что ребята токены закрываются на год и девять месяцев. Но у нас, друзья, так как мы не были в курсе о тех возможностях, которые таит себе блокчейн направление, мы двигались с помощью традиционного краудинвестинга, выдвинув его на совершенно новые мировые грани, то есть действительно по охвату краудинвестинга проект Skyway наверное один из самых крупных, может быть не наверное, а точно эту модель, эту бизнес-модель, работающую бизнес-модель создал Анатолий Эдуардович Юницкий, но когда мы перейдем на краудинвестинг 2.0, то что-то подсказывает, что и темпы будут в десятки и сотни раз быстрее. И этим мы и будем заниматься, друзья, после того, как будет сказана та заветная фраза, что друзья, всем спасибо, не то, что до свидания, но ожидайте те, кто инвестировал новостей, потому что финансирование головной компании уже завершено. Потом будет чем заняться и наверное это возможность тоже одна из которые бывают раз в сто лет, когда мы выстраиваем единожды, я в проекте Skyway выстраивал сколько, четыре раза структуру и четыре раза она, кстати, была успешная. Это возможность действительно, которая не даст ни один проект, потому что вот эти связи, которые наслоятся и на краудинвестинг 2.0, и на традиционное финансирование адресных проектов, и на блокчейн, составляющий финансирование адресных проектов, которые идут на оцифровку, эти связи, эта структура, эта команда, эти партнеры будут работать дальше и дальше и дальше, невзирая на кризисы, невзирая на угрозы, которые освещаются на международных экономических форумах, в Давосе и так далее. То есть все переживем, потому что мы, друзья, с вами находимся на пороге международного экономического ковчега. Ну вот таким образом, друзья, я сделал максимальную выжимку освещения, то, что происходит по поводу направления технологии Skyway, то, что можно говорить, добавляя немножко от себя, не добавляя по блокчейн направлению, потому что с удовольствием я бы космическую область осветил, но сейчас этого не буду делать, уже на специализированных вебинарах, которые будут касаться общепланетарного транспортного средства, я обязательно это сделаю, потому что в уме я держу, что компания Quantum запускает уже микроноды, микросателлиты, которые являются нодами для формирования блокчейн-пространства уже в космосе. У нас есть тоже на это решение, но это действительно, друзья, космос, и о нем мы будем рассказывать уже, когда будет тема вебинара «Общепланетное транспортное средство». Так что, друзья, кому было интересно, до скорой встречи на следующих вебинарах, кому кажется, что новости вдруг не присутствуют в спиче именно ведущих вебинаров, смотрите тезисы и так далее. Кстати, вот листок тезисов у нас формируется, если там какие-то сейчас затормаживания, это связано с процессом, что человек, который формирует эти тезисы, сейчас он переходит именно уже на постоянное взаимодействие со Skyway Capital, доказав свою профпригодность, так скажем, во взаимодействии непосредственно со мной, с Сергеем Анатольевичем, то есть сейчас это будет уже взаимодействовать со Skyway Capital. Поэтому боевой листок будет, знакомьтесь с ним, кому жалко времени, ему кажется, что нет новостей, нет информации интересной на вебинаре. Ну и давайте пожелаем Сергею Анатольевичу здоровья, потому что немножко приболел в бешеном графике Сергей Анатольевич, и я думаю, что на следующем вебинаре он уже после очередного созвона либо с Надеждой Геннадьиной Косаревой, либо с Анатолием Эдуардовичем будет уже с таким зарядом новостей после Арабских Эмиратов, которые нам можно будет сказать. Строй Skyway, спасай планету, здоровья, счастья вам, потому что здоровье, терпение, на самом деле самое главное, то, что нам нужно. Счастливо, друзья, если есть вопросы, то задавайте, я отвечу с удовольствием. Так, друзья, не стесняемся, задаем вопросы. А вот, кстати, Никита интересный вопрос задал, а почему речь идет о всех странах третьего мира? Друзья, потому что на самом деле это азиатские тигры, которые сейчас достигли максимальной эффективности, и, как сказала Мадина, они раньше являлись рынком для высокотехнологичных гигантов. Сейчас они действительно принимают этих высокотехнологичных гигантов, внедряют технологию Skyway, и это из логики макроэкономики, когда действительно те территории, те страны, которые находятся вдали, может быть, от морей, например, Киргизия, они могут действительно свой ВВП увеличить многократно, внедряя подобные технологии транспорта второго уровня, потому что действительно Skyway стирает границы, граница это только, наверное, космос будет, потому что выше я не знаю, что будет общепланетарного транспортного средства, и действительно дарит потенциал любому государству, а страны третьего мира, так скажем, не особо зажиравшиеся, не особо забюрократизированы, максимально думают о том, как переходить на новые рельсы, новой экономики, которая не может развиваться без инновационного транспорта, в данном случае транспорта Skyway, транспорта второго уровня. по поводу передачи активных рассрочек и так далее, подобных новостей ждите в теле мостов, и там Евгений Кудряшов уже согласование, если он сможет сказать эту информацию, он обязательно скажет. Григорий Михайлович работает, и мы постоянно с ним на связи, но по вебинарам возможно сейчас как-то изменилась ситуация, потому что были определенные ситуации. Друзья, ну криптоплатформа это не просто так за хлебом сходить. Все развивается, то есть разработка идет очень быстро, очень масштабно. Как только сайт запустится, вот вы посмотрите на уровень информации на сайте, и вы поймете, что непростые вещи делаются. Когда мы сможем продавать свои акции по одному доллару? Не знаю. Я лично не предсказатель. да, Григория Михайловича тоже поздравляем с днем рождения. Но, друзья, до скорого, счастливо, строй Skyway, спасай планету и дай дорогу мир транснету. и дай дорогу. Спасибо за субтитры Алексею субтитры Алексею